Давайте начнем. Лекция, как всегда, доступна на слайде по ссылке. Тема лекции, ну, на самом деле, две большие, крупных темы будут затронуты. А вторая половина Дима расскажет немножко про деплой. А сейчас я все расскажу еще немножечко про производительность. Вот. Мы уже, ну, в общем, какие вообще проблемы, из-за чего люди злятся, как бы. Две главных проблемы, из-за чего люди злятся, это почему долго грузят. Но с этой проблемой мы уже разобрались. Дима с Лешей вам рассказали про то, как оптимизировать загрузку приложений, как перейти на Http2, как закэшировать статику. Это все сделать так, чтобы ваше приложение быстро грузилось. А вторая еще более сложная проблема, это когда приложение уже загрузилось, но оно вот лагает, и это просто ужас, и всех это бесит. Как бы и вас бесят, нас всех бесят. И вот это даже, наверное, еще более важная проблема, чем то, почему оно грузится. Соответственно, в лекции будет именно вот про это, почему приложения могут лагать, и как бы что с этим делать вообще, как сделать так, чтобы приложения не лагали. Вот. А есть еще одна проблема. Как бы кто из вас знает, что такое опаньки? Опаньки. Вот. Когда происходит вот так вот. Это когда браузер крышится или вообще вот вообще либо вкладка браузера, а бывает ситуация, когда вообще весь браузер, вот весь хром вылетает полностью из-за того, что у вас что-то произошло в приложении, как бы. В общем, поговорим о том, как вот этого избежать, какие причины есть такой ситуации, и вот как с этим всем жить. Вот. Еще параллельно будет много примеров работы с DevTools'ами, ну, там, инструмент разработчиков в браузерах, и я попытаюсь вам немножечко рассказать о такой вещи, как DX. У вас на курсе про тироинтерфейс рассказывают про UX, User Experience. Но мы с вами программисты, мы, конечно, думаем о пользователе, но в первую очередь думаем о себе, как бы нам было красивше. Соответственно, постараюсь вот параллельно рассказать вам о некоторых фишечках, которые есть в инструментах разработчиков, которые можно пользоваться для того, чтобы удобнее разрабатывать и отлаживать ваше приложение. Начнем. Соответственно, первая причина, из-за которой падает наше приложение, это память. Как бы все мы знаем, что браузеры любят оперативную память, особенно любят Chrome, но на самом деле это стереотип, они все едят ее примерно одинаково. Почему так происходит и почему это гораздо более серьезная проблема, чем нехватки памяти на сервере? Вот что, вот вы разрабатываете приложение на Java, и у вас внезапно перестало хватать оперативной памяти. Что вы сделаете, как вы сделаете, как вы решите эту проблему? Это вопрос в зал, вы можете отвечать. Куплю еще оперативки. Вот, куплю еще оперативки, идеальный вариант. А если на клиенте не хватает памяти, мы же не будем показывать пользователю рекламу Яндекс. Яндекс.Маркет, типа купли оперативную память в свой iPhone 5, братый, чувак, у вас слишком мало гигабайт, мне нужно больше памяти, мне нужно 24 гигабайта памяти, чтобы показать какой-то там tower defense, например. Вот в браузерах, когда мы имеем дело с браузером, это гораздо более серьезный проблем, потому что мы не контролируем, на каком устройстве, в каком браузере откроется наше приложение. Если серверная часть, как бы мы купили такую-то тачку, там установили столько-то планов оперативной памяти, пожалуйста, нужно больше, больше, 96 гигабайт рам, нужно еще больше, 200 гигабайт рам, без проблем, нужно еще больше, поставили кластер из сотен тачек, настроили DNS-блансировку, пожалуйста, у нас, условно говоря, там, допустим, 10 тысяч гигабайт рам, ну, на всех машинах сразу. А в браузере не так. В браузере есть какие-то там полтора гигабайта, которые Chrome выделяет на каждую вкладку максимум. И нам нужно вот в этих полутора гигабайтах жить и как-то работать. Соответственно, поговорим о том, ну, как бы, когда мы говорим о рам, наверное, стоит вспомнить или узнать, как вообще работает с памятью сам JavaScript. JavaScript — это язык с автоматическим управлением памяти, то есть память выделяется автоматически при создании объектов, когда мы пишем const что-то там равно объект, const что-то там равно new что-нибудь, и освобождается тоже автоматически в процессе сборки мусора. Сборка мусора, ну, примерно точно такая же, как и в других языках с автоматическим управлением памятью. Там используются те же самые алгоритмы, как и в Java, условно говоря, как и в Python, в C Sharp. Что такое сборка мусора? Это процесс автоматический, который происходит, условно говоря, в фоне, который освобождает память, которую занимают объекты, которые уже не будут использованы. Слишком много слов о которой. Ну, в общем, суть в том, что интерпретатор JavaScript пытается каким-то образом понять, какие объекты пользователю, программисту в программе уже не будут нужны, и освобождает память, которую они занимают. Если решать эту задачу именно в таком способе, то эта задача алгоритмически неразрешима, потому что она сводится к проблеме остановок, которая неразрешима. И поэтому браузеры, ну, интерпретаторы JavaScript освобождают память не под теми объектами, которые уже не будут нужны, потому что она не знает, а под теми объектами, до которых нет доступа. Условно говоря, у нас есть в браузере какие-то хост-объекты, ну, типа объект Windows, ну, глобальный объект Windows, и есть объекты, которые хранятся на стеке. Это параметры функций, и вот эти вещи считаются достижимыми, условно говоря, теми, до которыми есть доступ. А все остальные объекты, они, можно перейти до них через цепочку ссылок, то есть мы в window.document.createElement. Вот эта функция createElement, она, это объект, любая функция в JavaScript это объект, на которую можно дойти через цепочку ссылок. Соответственно, есть языки, которые считают объекты ненужными, когда на них нет никаких ссылок, например, вот эти два узла, на них нет ни одной ссылки, соответственно, garbage collector может посчитать их ненужными, освободить по них память. Но это не самый удачный вариант, потому что в таком случае возможны циклические ссылки, когда один объект ссылается на другой, а тот ссылается на первый. Поэтому алгоритм по счету ссылок для garbage collector, он не самый оптимальный. А в JavaScript используется более оптимальный алгоритм, основанный на таком понятии, как достижимость. Если мы можем по цепочке ссылок перейти из какого-то объекта, ну, из глобального объекта или из какого-то параметра функции до какого-то другого объекта, то мы считаем этот объект достижимым. Соответственно, если мы, условно говоря, вот это window, это какой-то там full, если мы присвоим window.fu равно null, то вот эта ссылка на этот объект потеряется. Соответственно, вот эти объекты, которые уже нельзя перейти на них по ссылке из глобального объекта, они очистятся сборщиком мусора и вернутся в пул свободной памяти, условно говоря. Ну, то есть вам уже про это все рассказывали на лекции по Java. В принципе, я думаю, многие из вас примерно представляют, как работают сборщики мусора и в других языках, как бы в JavaScript все то же самое. Там есть MercSweep, там есть поколение, там есть быстрые сборки мусора, долгие сборки мусора. Ну, вот это все. В общем, не суть. Проблемы возникают, когда память кончается. Когда может кончиться память? Например, при создании очень большого количества объектов. Мы что делаем? Пока делаем приложение галерея книг, соответственно, там какой-нибудь бесконечный скролл, подгружаем следующую страницу, следующую страницу, следующую, на 1728 странице у нас кончилась память, потому что мы предыдущие страницы кэшировали, чтобы, когда мы начнем крутить вверх, не делать новых запросов за сервером. Вот. То есть мы взяли, закэшировали 1700 каких-то больших объектов, например, все PDF-ки со всеми книгами. У нас кончилась память. Ну, банально. То есть взяли, когда мы ее заняли, и не освобождали именно руками. Или, например, вследствие плохого написания кода приложения. То есть может случиться так, что мы просто в коде приложения создаем какие-то объекты, все пишем в глобальную область памяти, и просто взяли, наговнокодили, а у нас внезапно кончилась память, потому что мы просто тупо создавали много новых объектов, не переиспользовали старые. Но это как бы проблема, это проблема не приложения, не браузеров, а разработчика. То есть если мы пишем плохой код, надо его писать лучше. И поэтому об этом как бы не будем остановиться сильно. Может память кончится, когда мы работаем с большими объектами. Делаем онлайн кинотеатр, смотрим фильмы в Full HD, и скачиваем их полностью в память браузера прям сразу же, и показываем, а показываем только первые 5 минут. Если мы весь фильм скачаем в память браузера, сохраним в памяти браузера, то, наверное, память браузера кончится, потому что фильм весит много. Какой-нибудь Full HD весит 8 гигабайта, а у нас только 1,5 гигабайта на вкладку. Вот, соответственно, изображение, видео. Например, в новых версиях браузеров есть такая вещь, как Magic Capturing API. То есть мы можем с видеокамеры снимать изображение и сохранять его в память, а потом куда-нибудь отсылать. Например, делать что-то типа Skype, а только в браузере. Соответственно, если мы будем снимать очень долго, очень долго говорить по Skype, и это все дело будем кэшировать, а потом только нажимаем на кнопку сохранить и отправляем, условно говоря, письмо с этим всем видео, то оно будет занимать память, и память у нас рано или поздно кончится. Ну, то есть вот такие моменты. И не думаю, ничего принципиально какого-то важного я вам не рассказывал. Вот, это все тоже решается написанием кода приложения. Можно просто следить, как вы используете память, и если вы понимаете, что здесь может внезапно приехать видео, которое весит гигабайт, то, наверное, грузить его как-то по частям, условно говоря, если это онлайн кинотеатр. Вот, и третья причина, которая более интересная, более проблематичная, это утечки памяти. Утечки памяти — это ситуация, когда память занимается объектами, которые больше не нужны, но с большей кусорой не может их освободить вследствие несовершенства алгоритмов сборки мусора. Чаще всего причиной утечек памяти являются так называемые нежелательные ссылки. То есть это когда элемент, на самом деле, достижим из корня, ну, вот какая-то ссылка осталась на этот элемент, но она больше не нужна, он нам точно никогда не понадобится. Ну, мы как программисты знаем, но ссылку мы забыли, условно говоря, почистить. Или она каким-то хитным образом там оказалась. Вот, например, потерявшая актуальность перемены, забытая в коде, удерживающая память, ненужные боли объекта. Вот это нежелательные ссылки, которые не позволяют сборщику мусора очистить память, которая этим объектами занимается. Соответственно, какие бывают типы утечек памяти, вообще на что стоит обращать внимание, когда мы пытаемся... И зачем это вообще важно, как бы? Когда память течет на сервере, что мы делаем? Вот у вас была лекция вроде как про диплой, про всякие графики в джаве или не было еще? Что-то такое было, по-моему. Что мы делаем, когда у нас кончается память на сервере? Как мы боремся с утечками памяти на сервере? Кто-нибудь предложит какой-нибудь вариант? Ребят, или что? Я фронтейдер знаю больше про бэкэнд, как это работает. Ну вот, как, например, можно посмотреть, кто жрет, найти эту утечку памяти или пофиксить. Но никто так не делает. Что делают люди? Они запускают... Нам пришел запрос, мы запустили процесс, он обработал этот запрос, мы его килнули просто, сделали килл минус 9. А память, которая была этим процессом удержана, она освободилась. Соответственно, новый запрос, мы создаем новый инстанс, ну, обработчику. А так как у нас сервера мощные, то создание нового процесса, это полнаносекунды, условно говоря, он обработан... Можем вообще не пальцы, а памяти. Ну, или если у нас большие FPS, ну, QPS, то мы можем... А, RPS, правильно говорить, Request Perseconds. А если у нас большой RPS, то мы можем создавать новые инстансы, условно говоря, сервера, worker сервера, не на каждый запрос, а на каждую сотню запросов. Или, например, раз в 5 минут их убивать и запускать заново. То есть, на самом деле, все люди делают именно так, и никто не ищет эти учечки памяти и не борется с ними, потому что зачем, если можно гораздо проще. Поняли идею, да? То есть, берем, запускаем процесс, через пару минут мы его грохаем. Даже если там была очечка памяти, то нам не важно, за 5 минут много не утечет. С фронтендом, опять же, не так, потому что мы не контролируем, что у нас там на фронтенде. И у нас есть пользователь, например, в почте Mail.ru, который не закрывает вкладку с почтой месяцами. Реально ли они открыли вкладку с почтой? Там же все обновляется, там же SPA. И зачем им ее закрывать? Как бы они вот месяцами просто ходят по страничкам. Да, и мы сами так делаем тоже. Мы берем, закрепляем какую-нибудь вкладку в хроме и просто закрываем макбук, открываем макбук, закрываем макбук, открываем макбук. И все это время у нас на память течет, течет, течет медленно. И через пару месяцев у нас опаньки случилось внезапно. А пользователь в это время писал письмо, и у него это письмо он его почти дописал, и все исчезло, потому что опаньки, как бы ничего не сохранилось никуда. Пользователь недоволен. Соответственно, в таких ситуациях утечки памяти на фронтенде, они более критичны, потому что они больше вреда доставляют, вот поэтому я рассказываю, как их искать и как от них избавляться. Самый простой, вот самый такой банальный пример, это случайно глобальные переменные. Берем какую-то функцию и там объявляем переменную bar, но без ключевого слова var, const, без какого-либо ключевого слова. Такие переменные на самом деле это и глобальные переменные вследствие особенностей JavaScript. И на самом деле это равносильно тому, что мы сделали в window.bar, ну, 42. Ну, как бы 42 это всего 4 байта, и особо много памяти не потеряется, но если тут будет какая-нибудь большая строчка или какой-нибудь блоб, например, или картинка, или еще что-нибудь, то эта переменная останется в памяти, потому что на самом деле будет свойство объекта в window. Мы функцию вызвали, переменная нам больше не нужна, но она сохранилась, память утекла. Или потеря контекста, более такой жизненный пример, который с каждым из вас может случиться. Берем, создаем объект, у него какой-то свой стол, он какая-то функция inc. И делаем через интервал counter inc на 1000. То есть раз в секунду будем прибавлять этот number на единичку увеличивать. Но вот внезапно мы здесь кое-что потеряли, что-то типа bind.counter, и на самом деле эта функция вызывается в контексте не counter, а в контексте глобальном, потому что функции без, ну, любая функция, которая вызывается, если у нее нет своего контекста, она вызывается в глобальном контексте. И на этой строчке мы создаем в объекте window свойство нам, ну, то есть поняли, да, вот тоже неявная такая глобальная переменная. Добавить сюда еще 1000 строк вашего говнокода, и пожалуйста, и вот эту маленькую строчку на 9, маленькую точку памяти на 9 строке мы возьмем и пропустим. Сейчас. На самом деле это два примера, они сейчас уже менее актуальны, потому что обе эти проблемы решаются используем useStrict. То есть мы пишем useStrict, и эти проблемы решаются. То есть в useStrict нельзя создать неявную глобальную переменную, у нас выдавится ошибка, и нельзя вызвать функцию в глобальном контексте тоже с useStrict, ну, вот так вот. Так что это пример из прошлого, но если вы вдруг будете работать с кодом legacy кодом, то такое может встретиться везде и всюду. Вопрос был? Да, ты говоришь, что это глобальный перемен, это нам вообще. А ну, например, 5, что это? Значит, у нас нет такого текста, ты с нам плюс плюс, ну, допустим, у нас, ну, ладно, this нам равно this нам или 0 плюс 1, условно говоря. Неважно, я имею в виду суть в чем? Суть в том, что эта функция, counter-ring, мы ее передаем без, ну, мы к ней не привязываем контекст, не делаем bing. Соответственно, любая функция, которая вызывается без контекста, если не используется useStrict, она называется в глобальном контексте. У любой функции this равен window. Вот. Если нет useStrict. Вот. Поэтому у этой функции, когда мы ее вызываем, когда с этот интервал внутри себя ее вызовет, он ее вызовет, условно говоря, в глобальном контексте. И мы присвоим какую-то переменную в this. Ну, может быть, конкретно этот пример там ругнется. Хотя this нам это undefined, undefined констуется к числу как notanumber, this нам будет равен notanumber, на самом деле. Вот. То есть мы создали notanumber, и у нас notanumber утек, 4 байта утекло. Если бы this нам было бы чем-нибудь большим, то утекло бы больше памяти. Ну, я ответил на твой вопрос? Вот. Это усвоено. Вроде не очень просто и особо уже не актуально. Есть более интересный способ. Например, ссылки на удаленные домузлы. Как мы делаем? Вот даже буквально на примере ко второму семинару, ой, к третьей лекции, к четвертой лекции, когда мы там пытались говнокодить наши маленькие SPA на лекциях. Вот мы что делали? Мы создавали какой-то объект, const что-нибудь, равно что-нибудь, там query-selectили какой-нибудь элемент, например, button за query-selectили, cell за query-selectили, то есть какая-то ячейка, какой-то таблица, условно говоря, да? Сохранили ссылки. Там где-то у нас приложение, они есть. Что мы делали? Делали какое-то важное, полезное действие, а потом в какой-то момент решили, что нам кнопка уже не нужна. И мы что сделали? Мы удалили из документа этот элемент. Но, как бы, из документа, из дом-дерева мы ее удалили, но ссылка на него все еще осталась. Window Element Button. Соответственно, сам элемент, сам узел, он из памяти не очистится. То есть его в доме уже нету, но так как на него есть ссылка, то память, которую он занимает, она занимается, не освобождается. Или более интересный пример, что мы делаем? У нас есть какая-то ячейка, допустим, какая-то ячейка, которую мы считаем результат, ну, там, какой-нибудь, там, не знаю, итог по всей таблице, условно говоря. Но вот мы хотели, чтобы быстро до нее иметь доступ, мы вот взяли и создали переменную с таким названием. А потом мы, условно говоря, что сделали? У нас произошел роутинг, у нас вьюха исчезла, удалилась из дома, таблица удалилась из дома. Но так как у нас есть ссылка на элемент cell, то объект ячейки, ну, он достижим по ссылке, соответственно, garbage collector не может удалить, потому что, ну, он остается в памяти. А так как в элементах cell есть ссылки на родительские элементы, на row, а в row есть ссылка на table, то получается у нас утекает не одна ячейка, а сразу вся таблица. Если там было тысяча строк, то, пожалуйста, мы сохранили ссылку на какую-то маленькую ячейку, а у нас вся таблица из тысячи строк, которая занимает там просто дофига памяти, она утекла, потому что у нас вот ссылка на ячейку, через ссылку на ячейки можно получить доступ до всех остальных элементов. Вот такая тема. Пожалуйста, что мы сделали? Вот банальная четвертая строчка, а утекает целая таблица. И вот именно так утекают вообще большие элементы, например, с форумами та же самая история, ну, плюс-минус. То есть вот такие моменты. Как избавиться от таких утечек памяти? Все очень просто. Мент удаляется, присваивать ссылки на эти элементы равно ну. Соответственно, ссылка зануляется, удаляется. Соответственно, дом, объект уже недостижимый с памяти, он прекрасно удаляется. Вот. Это уже более приближенный к жизни пример, потому что такое 100% есть у каждого из вас в проекте. Я не совсем, у меня хватило времени, и у меня было в планах перед этой лекцией просто поскачивать в ваши репозитории, попробовать поискать в чечке памяти вот такого типа у вас, но я не совсем успел, так что простите. Но, возможно, в следующем семестре я получше подготовлюсь к этой же лекции, и уже будет более интересный пример. В общем, с этим все понятно. То есть, достаточно простой пример, но такой неявный. Вот как бы, оп, мы сохранили ссылку на ячейку, а у нас утекает вся таблица. Вот внезапно, что поделать? Удалять ненужные ссылки. Явно. Есть вопросы? Двигаемся дальше. Более интересные утечки памяти связаны с замыканиями, коллбеками, с функциями. С особенностями того, как работает JavaScript. Как бы, замыкание — это такая вещь, которая, ну, надо немножечко понимать ее. А утечки памяти, которые бывают в замыканиях, они гораздо более интересны. Почему? Потому что в этом случае, как бы, ссылки на элементы, они явно нигде не сохраняются. Что не так? Найдите утечку памяти вот в этом примере. Что здесь не так? Что может пойти не так? Всего лишь 5 строчек кода. Что сделали? Какую-то кнопку создали и какой-то элемент. Понажать на кнопку, удаляем элемент. Что может пойти не так? Ну, и что, коллбек останется, ну, ок, ну, пусть останется. Кнопка-то не удаляется, у нас удаляется какой-то элемент, который мы удалили, а кнопка остается. Коллбек, соответственно, тоже должен остаться. Все нормально. Ну, и нормально. На что? На какой? На какой элемент? Ну, почему так? Да. Смотрите, у нас вот эта переменная, она в замыкании этой функции находится. Соответственно, что мы делаем? Мы из дома этот элемент удаляем, да? Но так как он в замыкании функции, то есть как бы явная переменная нигде не... Мы можем вот здесь сделать после всего этого добра... Нет, на самом деле не можем. Вру. Или можем? Я не знаю. Надо было проверить. Не будем пробовать, времени нет. Ну, в общем, суть в том, что да, вот в замыкании этой функции сохраняется ссылка на этот элемент неявная, но она через замыкание сохраняется, через лексическое окружение этой функции. И поэтому, хоть мы удаляем его из дома, но он все равно остается доступен, и память, которую занимал эту перемену, она не освобождается. То есть вот пять строчек кода, утечка. Упс, что поделать? То есть что нам нужно? Нам нужно делать вот таким образом. То есть как это починить? Просто берем эту переменную и будем создавать ее не здесь, а вот здесь, внутри этой функции. Соответственно, если предыдущая история это вот такая история, то у нас есть труд, у нас есть функция, в замыкании которой находится эта переменная. И, соответственно, через замыкание, через обработчик, у нас есть прямая ссылка на саму эту переменную. То есть сложно. Вот эта картиночка это вот иллюстрация вот этого добра. У нас есть window.trigger.onclick, условно говоря, вот эта функция, это как будто бы onclick. И у нас есть ссылка на эту функцию. И из этой ссылки мы имеем доступ to the value. Вот. И, соответственно, так как эта вещь, она находится в замыкании этой функции, то, условно говоря, эта ссылка trigger.onclick.scope.element.remove, условно говоря. И поэтому эта переменная тоже доступна и напрямую из рута. Через function и напрямую. Вот. А что мы делаем? Мы переносим создание этого объекта внутрь callbackа. Соответственно, у нас создался объект, мы получили элемент, мы его удалили, функция закончилась, элемент объект, ну все, объект больше не нужен, он удаляется из памяти, соответственно, сам дом-элемент тоже удаляется из памяти. Вот, пожалуйста. То есть взяли, починили. Теперь такая ситуация. Теперь вот эта переменная доступна только изнутри этой функции и она без проблем чистится, когда функция завершает свою работу. Что делать, если теперь эта переменная нужна? То есть, если переменная нужна, то тогда ее не нужно удалять. Она нужна, мы с ней дальше работаем. Но как бы здесь, по сути, как бы эта переменная не нужна. это просто какой-то элемент, который мы хотим удалить. Вот. Я с ней работаю, я ее удаляю. Вот. Но я с ней работаю, там вообще будет лучше. Ну, да. И я ее удаляю, у меня все равно у нас, в принципе, парень. Смотри, тут надо понимать, когда она тебе нужна, когда не нужна. То есть, когда она тебе становится не нужна, нужно ее, ну, присваивать, ссылка на эту перемену равно ну, условно говоря. Вот. А пока она нужна, зачем ее удалять? Я немного не понял, на самом деле, вопроса. Ты можешь его как-то подробнее повторить или что? Я взял, нашел какой-то элемент к обычнику, что я с ним там сделал, потом, ну, а потом у меня, я могу с ним что-то делать, нажать эту кнопку и он удалится. Вот. То есть, я с ним не вот этой функции работаю, где он удаляется, а в той, где он, ну, в основной. Да, в основной. Ну, в общем, написать, что элемент ту и муфрану можно, да, можно. И это тоже починит. То есть, мы все, мы переменную перезаписали, ссылка на нее не хранится и как бы вот. То есть, можно ее удалить, а потом написать на луфу? Да. Да, 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 да. Вот тоже второй вариант. У нас же есть delete, вот пишем delete, и что, название перемены делать? Delete, название перемены, если стритом, не работает. Удалить можно только свойства объекта, delete что-то там точка свойства. Вот. Но это тоже, это по сути, delete, это по сути равно undefined. То есть, мы представим ссылку на это добро undefined. Ну, там плюс-минус, там есть маленькие тонкости, но это то же самое, как равно нул, только равно undefined. Опериатор delete, он удаляет не объект, а только ссылку на этот объект. Вот. А объект удаляется garbage-коллектором потом когда-нибудь. То есть, объекту надо писать яму или другая? Смотри. Если напишешь вот если на шестой строчке написать delete пробел элементу remove точка запятая, то это будет синтаксическая ошибка. Вот. С юстриктом. А без юстрикта он попробует найти эту переменную в window, потому что любая переменная она по умолчанию как бы глобальная и попробует доделить в window точку элементу remove. Вот. Но это без юстрикта. Вот. Соответственно, делитить можно, но по спецификации только свойства других объектов. То есть, если у нас есть какой-то объект и мы хотим какое-то свойство этого объекта удалить, то мы пишем delete, что-нибудь, точка, что-нибудь и удаляем свойства. Ну, удаление свойства я имею в виду затирание свойства. То есть, тот объект, на который это свойство стиралось, он не удаляется. Это не delete, который в C++. Удаляется ссылка на него. Вот. Если других ссылок больше нет, то тогда потом когда-нибудь он удаляется garbage-коллектором. Но это мы уже не контролируем. Вот. Я ответил на этот вопрос? А если есть ссылки? А если есть ссылки? Ну, ссылки есть. Все, не надо удалять. Элемент нужен. Нет, потому что мы взяли свойства, допустим, в двух, и ссылки найдем тот же объект. Ну да. Свойства объекта. Ну да. Второй не удалит. Нет, не удалит. Это же работает как в Java. Мы создадим в Java два объекта и будут ссылаться на один тот же элемент. В одном мы удалим, а в другом не удалим. У нас удалится объект, нет, не удалится. В общем, те же самые принципы. Ты на меня так смотришь, как будто бы ты не понял. Я так правильно. Ладно. С этим понятно, да? Вот вроде бы... Ну, на самом деле, это простой пример. Есть более сложный пример. Вот такая вот тема. Давайте подумаем и найдем, где здесь утечка. Вот здесь, добре. Есть здесь где-нибудь утечка? Ну, вот тут есть объект state, у которого есть ссылка на вот state. Это ссылка на вот state. Где есть... Где есть объект state, у которого есть ссылка на вот state? Нет, такого не вижу. Вот. На шестой строке. Нет, это не ссылка. Ну да. А потом они будут очищаться. Ну, будут выделяться, а потом будут очищаться. Почему они будут очищаться? Потому что стоит на все. М? Почему они должны очищаться, если они... Ну, приезжали, у нас же есть ссылки на все предыдущие. Нет, нету. Где? Где есть ссылки на все предыдущие? Ну, так функция завершилась, все, перемена не нужна, а она удалилась. Ну, перемена. Это же локальная переменная. Вот. Функция закончила свою работу, локальная перемена больше не нужна, ссылка на нее потеряна, соответственно, вот предыдущий стейт, он удаляется из памяти. Да? Ну, там, как происходит, просто стейт, это, ну, он не локальный, он внешне. Ну, мы перезаписываем переменную, поэтому мы сохранили ссылку на предыдущий объект со строчкой, да? Да. Перезаписали вот эту переменную новым объектом, и в новом объекте свойства ген просто вычислили старого объекта, ну, чтобы увеличить generation, поколение, поколение нашего объекта. То есть, мы кликаем, создается новая строчка, да, и в счетчик увеличивается старое значение. Функция завершает свою работу, переменная old state больше не нужна, соответственно, она исчезает, и предыдущий объект state, который вот здесь вот лежит, он тоже исчезает, потому что он не нужен. Вот здесь вот чечка. Как бы... Исфулация? Нет, не связана. На самом деле, как бы, невозможно найти то, чего нет, здесь нет утечки. Вот, это вот такой хитрый пример. Но, вот если мы возьмем и добавим вот такую штучку, то утечка возникнет. Ну, вот, мы добавили функцию lock, и вот здесь уже утечка есть. Ну, как бы, я даже подсказал, где. Кто может объяснить, почему здесь утечка? Где, 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 кто, куда, что? Неправильно ответил. Ну, в смысле, скажи нормальными словами, правильно. Нигде здесь ссылка на функцию не хранится, и как бы... Переменная хранится в замыкании уже, да? Понятно, да? Ну, то же самое проблема с замыканием. У нас в... замыкание этой функции содержит переменный old state. И вот здесь уже эта переменная, ну, не удаляется, потому что она находится в замыкании. Соответственно, в old state есть предыдущая дата, которая большая. Да, кстати, везде не пофиксится здесь. И вот каждый раз, скликая на кнопку, у нас будет создаваться новый, 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 новый дата. Соответственно, у нас потихоньку будет утекать память, потому что старые даты не будут, не будут, не будут очищаться, потому что ссылка на эти старые даты хранится в замыкании. Понятно, да? Не сложно пока что. Так вот, на самом деле, эта ситуация, она действительно была раньше, но интерпретаторы JavaScript, они умнеют и понимают, что вот в этой функции, как бы, обращения к этой переменной нету. И поэтому в замыкании этой функции вот эта переменная не сохраняется, потому что она не нужна, к ней обращения нет. И вот за счет этого в новых браузерах ROM вот этот код не будет вызывать утечки памяти. В браузере могут стать еще умнее и понимать, что вот из этой функции она уже не нужна, но пока еще такого не произошло. И вот этот пример, он, это реально на самом деле баг, то есть, ну, не в таком коде, но в немного другом коде этот баг нашли в Meteor. Это типа фреймворк на JavaScript, только серверный, не клиентский, а серверный фреймворк, как бы, мало серверных фреймворков в JavaScript. Ну, реально, я знаю два. Вот. И как бы это реальный пример бага, просто чуть упрощенный. Вот такие вот интересные моменты, вот они могут вот утекать. Как бы, давайте продемонстрируем, что она действительно есть. И, ладно, давайте придем на следующий слайд. Ладно, давайте сначала спросим здесь, есть еще какие-то вопросы? Ну, в конце презентации есть ссылка на, ну, на интересную статью, где прям более подробно объясняется, как это работает, почему, ну, в общем, почитайте, я думаю, кому интересно. Как бороться с ними? Способ, способа два. Можно думать головой и писать идеальный код, но это невозможно, где, даже не думайте об этом. Есть специальный инструмент разработчика для поиска и отладки утечек памяти. Например, есть Windows Performance Memory. это хост-объект, ну, который позволяет получить там, количество доступного хипа, количество занятого хипа, количество свободного хипа, но это какие-то такие метрики того, сколько памяти в браузере есть, сколько занято, сколько осталось. Можно как-то это использовать в приложении, ну, чтобы что-нибудь. Есть в DevTools'ах, в инструментах разработчика вкладки Performance, Memory, Portfiler, Performance, Monitor. И давайте разберемся, как ими пользоваться на примере. Вот. Еще больше примеров утечек памяти есть вот в этой ссылке. Там 11. Они просто более такие крупные, потому что чаще всего утечки памяти, ну, это прям встречается в достаточно сложном коде, где вот действительно вот просто из-за сложности кода не смогли понять, что где-то там замыкание, что-то там. Вот. Поэтому, если вам интересно, можете полазить по этому сайтику и посмотреть эти примерчики. Вот. А давайте сейчас на примере покажем, как пользоваться всякими DevTools'ами, чтобы отследить эти утечки. Ты-ты-ты-ты-ты. Пример. Что за пример? У нас есть две кнопки, UpdateStates, TapTimer, Refresh. Ну, в общем, код очень простой, то есть тот же самый скрипт на эту кнопку навешанный обработчик, ну, просто вызывает эту функцию, а эта кнопка запускает таймер, который вызывает эту функцию раз в 500 миллисекунд. Давайте сделаем поменьше чуть-чуть. Чтобы было лучше видно. Давайте сделаем, допустим, 200. Да? Вот. Какие есть вкладки? Это вкладки Performance. Вот Performance. Memory. Да? И JavaScript файлы. Вот. Давайте посмотрим на Memory, например. Что позволяет делать вкладка Memory? На этой вкладке можно сделать снэпшот всей вашей оперативной памяти, которая используется в браузере. допустим, кнопочка, take a heap снэпшот, а у нас сохраняются все ссылки, и мы видим, что у нас используется 9 мегабайт памяти в данный момент. То есть, что у нас? Какая-то страничка, на которой две кнопки, а уже 9 мегабайт RAM. Добавим еще две кнопки, и еще больше станет. Можно посмотреть, какие есть объекты, можно посмотреть, как до них добраться, то есть, вот, какой-то Window, есть что-то в Window, ну, в общем, стринг, например, вот какая-то строчка, какие-то еще другие вещи. Вот. Можно отсортировать, например, по объему, то есть, видим, что больше всего места занимают какие-то системные, нативные, что-то там, ну, в общем, сложно. Чем нам позволяет, чем нам помогает эта вкладка? Она позволяет сравнивать два снапшота, то есть, если мы нажмем Update State пару раз, то у нас сейчас утекло какое-то количество памяти, и мы можем сделать второй снапшот, мы видим, что он уже занимает больше памяти, да, и мы можем здесь показать разницу между этим и первым снапшотом, и увидим, что на самом деле разница есть, разница есть, и она в, вот, какие-то переменки, что-то там, но это мало, и мы видим то, что здесь 4 мегабайта строк. Я кликнул на кнопку четыре раза, и, собственно, соответственно, четыре таких строчки по одному мегабайту утекли. Мы можем их открыть, увидеть то, что да, это действительно вот эти строчки с этими, с этими вот, ну, звездочками. то есть вот так вот можно отследить между двумя снапшотами, между двумя состояниями приложениями, как, где, что, что за память утекла. То есть как обычно в настоящих проектах это делается. У нас есть какой-то SPA, мы его загружаем, делаем снапшот. Потом, допустим, открываем какую-нибудь вкладку, что-нибудь делаем, ну, какую-то страничку, например, скорый борт. Потом переходим в главное меню и делаем еще один снапшот. И если у нас все хорошо, то они должны быть одинаковые, да. А если у нас какая-то память утекла, когда мы открыли одну вьюху, а потом вернулись обратно, то мы это увидим вот на этой вкладке. Соответственно, если нас интересует, когда выделилась эта память, в какой момент и вообще что произошло, то есть другие вкладки. Есть вкладка JavaScript Profiler, например. Ой, еще есть вообще на самом деле. Вот, есть такая вкладка Performance Monitor. И здесь можно посмотреть вообще, ну, что происходило с нашим приложением вот именно, ну, скажем так, в реальном времени. То есть, если я сейчас нажму на эту кнопку, у меня раз в 200 миллисекунд будет утекать один мегабайт памяти. И мы, по идее, должны вот здесь это увидеть. И мы действительно видим, что у нас началось выделение памяти, выделение памяти. Вот здесь, видимо, сработал garbage collector и что-то там удалил. Но мы видим, что вот это вот здесь и вот здесь, ну, они на разном уровне находятся эти линии. И получается, какая-то память удалилась, очистилась. Но вот эти четыре строчки, они, соответственно, вот таким образом видно, видно, что они утекают. Что у нас количество памяти, которое используется приложением, медленно, но верно растет. То есть, вот, как бы смотрим на эту вкладку, видим, что что-то не так. Как понять, в какой момент это все добро выросло? Давайте обновим страницу и перейдем на вкладку performance. Что здесь можно сделать? Здесь можно записать на этой вкладке, что происходило с вашим приложением в какой-то промежуток времени. То есть, что мы делаем? Мы нажали на кнопку, у нас сейчас течет память. Мы хотим узнать, где она течет. Нажимаем record, ждем, допустим, пару секунд, допустим, пять секунд и нажимаем stop. И что мы видим? Мы видим, на самом деле, очень много всего, очень много всяких полезных вещей. Давайте я вот это вскрою. у нас есть во-первых, здесь такие вещи, как графики, использование хипа, графики количества нод, которые есть у нас в приложении, графики слушателей, которые есть в приложении, то есть ивент-листеров. Как я вам показывал в слайдах, самые частые примеры, что самое частое, что утекает, это какие-то объекты, это дом-ноды, которые внезапно там остались, и на самом деле еще один пример, это обработчики событий. Когда мы навешиваем обработчик события, но забываем его удалить, он как бы никуда не исчезает, он тоже занимает место. Соответственно, вот эти все вещи, вот эти все, вот здесь можно вам показать, увидеть на графиках, что вообще происходило, ну вот именно с этими характеристиками. Jazz heap, мы видим то, что у нас хип был, вот он вырос, 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 дошел до какой-то момента, сработал сборщик мусора, что-то там очистил. Вот. Но если присмотреться, то мы видим, что здесь вот в этом месте, после первого сборщика мусора у нас внизу 44 мегабайта RAM, ну видно внизу, да? Вот синенькая, вот тут цифра, 44 мегабайта RAM. После следующей сборки у нас уже 47, то есть 3 мегабайта куда-то исчезло, а после следующей у нас уже 53, еще плюс 6. И вот так вот можно следить, что у нас на самом деле есть какая-то утечка. Если мы приблизим это поближе, то мы вот увидим, что хоп-хоп, то есть вот у нас что-то произошло, 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 память очистилась, но не вся у вас, естественно, вот утечка. Как понять, что произошло в этот момент? Вот мы видим, что здесь вот какое-то, происходит что-то странное, непонятное. Мы можем приблизить вот в этот момент вот здесь и посмотреть, например, тут вот, что происходило. Мы видим, что, по-моему, по-моему, что-то не так. Давайте сделаем так. О, больше всяких штучек. Вот, что я и хотел. Вот мы нажали на кнопку, записали какой-то перформанс. И если мы приблизим, то мы увидим, что... А, ну вот, да. У меня сет таймут все еще продолжал работать и поэтому видно, что раз в 200 миллисекунд, условно говоря, происходило что-то непонятное. И при этом увеличилось большое количество, намного увеличилось хип. Соответственно, мы можем приблизить и посмотреть, что вообще происходило. и увидеть именно вот на таком, скажем так, графике, ну вообще, что происходило в приложении, когда у нас выделялась новая память. Мы видим, что у нас сработал таймер, ну сет интервала и вызвалась какая-то функция. Внутри этой функции вызвался какой-то update state. Здесь произошел какой-то join, что-то там произошло. Ну, в общем, и ну, ну, прям можно посмотреть, что какие-то функции вызвались, а потом после этого это менее важно сейчас. Вот. То есть мы видим, что в момент выделения какого-то количества памяти, большого количества памяти, вызвалась функция function call. Мы можем нажать пара кнопкой, мы можем перейти к этой функции, как-то, как-то по-хитрому перейти. Вот. Вот здесь, да. И увидеть то, что на самом деле утечка памяти произошла где-то вот в этом месте. То есть эта функция вызвалась и у нас память выделилась внутри. Соответственно, мы можем вот явно посмотреть глазками, что же здесь произошло. То есть если у нас в приложении большая кодовая база и как бы смотреть глазами всю кодовую базу, все библиотеки, весь ангуляр, который у нас там есть, весь FreeJS, весь Babylon, который мы заиспользуем в нашем проекте, это сложно, но с помощью вот этой вкладки найти место, где выделяется память и, возможно, не освобождается. Вот можно таким образом сузить круг поиска до маленького места приложения. Вот. То есть вот такие вот инструменты есть, и они позволяют как-то бороться с течками памяти. Есть вопросы? Да, нет, что? Считаем, если у нас все время память, употребление памяти растет, 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 растет. Ну, это очень похоже на утечку. Да, но не всегда. Пилообразно, но на одном вышло на такой уровень. Ну, вот если память, ну, если... То есть число? Да, если все, память чистится, то, скорее всего, утечки никакой нет. Вы же понимаете, что Горубич коллектор, он срабатывает не сразу, как только мы что-то там сделали, а в свободное время. То есть, когда браузер ничего не делает, браузер понимает, ага, можно запустить Горубич коллектор. Вот. Поэтому он запускает его не сразу, не после каждого выделения памяти, а там раз в сколько-то миллисекунд. Ну, это все эвристики браузеров, внутренние эвристики движков. Вот. То есть мы это не контролируем. Вот. Но в целом, да, у нас в какой-то момент происходит сборка мусора, и если мы понимаем, что памяти свободной стало меньше в этот момент, а по идее, как бы не должно. Мы что сделали? Мы ничего не сделали. Мы нажали на кнопочку, и как бы ок. То, видимо, что-то здесь не так. Ну, это как бы такой простой пример. Здесь всего 1 мегабайт течет раз в 200 миллисекунд. Но если утекло гораздо больше, то были бы проблемы. Если я сейчас эту вкладку оставлю на месяц, то рано или поздно утекут все мои гигабайты памяти на компьютере, и будет опаньки. Вот. То есть вот банальный пример. Если бы утекало больше, можем попробовать, и, допустим, чтобы утекало сколько? Ну, 100 мегабайт, да? Обновим страницу, нажмем на кнопочку. Можно посмотреть на этой вкладочке, как... Вот. То есть мы видим, что у нас даже браузер остановился в каком-то месте, в каком-то breakpoint, и тут написано pause before potential out of memory cry. То есть даже нам браузер сразу сказал, что что-то может пойти не так. Мы можем перейти сюда как-то. А, ну вот, собственно. Где-то. Вот. В этой функции возможно потенциальная утечка памяти. Нам даже браузер подсказал. Если мы закроем вкладку, то у нас будет вот опаньки. Пожалуйста. Банальный, простой пример. Ладно. Двигаемся дальше. А, видите, все упало. Абсолютно все. Опаньки. Ну, не обязательно. Если у нас там какие-то обработчики событий навешиваются, ну, что значит запустил джесс? Зависит от нашего приложения. Если у нас там есть какая-то логика, ну, по идее, если мы, если джесс не работает вообще никакой, то есть не срабатывают какие-то события, не приходят каких-то обработчиков, то по идее, да, память не выделяется никуда, она и не будет чиститься. Там будет плюс-минус прямая линия, да. Но если у нас есть сет-интервал, то там будет сет-интервал выделение каких-то объектов. Не знаю. Надо посмотреть документацию к Детулзам, что означают эти строчки. Но, возможно, у меня есть... А, нет, у меня нет предположения. Вот. Количество объектов. А, у меня наверное, есть предположение, что shallow size это память, которую занимает сам объект, а retainer size это память, которую этот объект удерживает. То есть в этом объекте есть ссылки на другие объекты, и сам объект занимает 56 байт, да, ну, ссылка на объекты и что-нибудь там внутри. Но через ссылки этот объект не позволяет браузеру освободить гораздо больше объекта памяти. Вот. Соответственно, это как бы удерживаемая память. Мне кажется, вот это объяснение достаточно логичное. Потому что видим, что объект window это на самом деле один объект глобальный. Вот. Что он сам по себе всего 56 байт содержит, да, но через ссылки на другие объекты он содержит себя гораздо больше. Ну, скажем так, да. Понятно, понятно, да? Вот. Ну, то есть как-то так. Давайте, соответственно, что? Попробуем найти утечки памяти в движке презентации. Что мы перешли туда? Перешли сюда. Память должна утечь? По идее, нет. Нажимаем коллегу garbage. Да, удаляемся. Нажимаем take some shot. Упс, что-то прошло не так. Памяти стало чуть больше. Можем почистить и увидеть, что на самом деле память занята компайлом. Что-то, что-то, что называется компайлит код. Ну, вот видим компайлит код, какие-то функции. Вот они утекли. Ну, наверное, это какие-то браузерные объекты и, наверное, это не проблема, что у нас какие-то вещи, ну, что-то произошло с приложением и какая-то часть памяти не утекла, а просто стала занята. Но если бы здесь было что-то там array, например, какие-то массивы утекли, то, возможно, это уже что-то более такое страшное. Ну, то есть, вот, пример, пожалуйста. На движок презентации. Как бы давайте еще покликаем и еще покликаем и еще раз снимем. Видим, что еще по чуть памяти больше стало. Ну, то есть, кажется, что, может быть, здесь тоже есть утечка. А он автоматически исчислится. Ну, давайте почистим. Вот столько же. Вот. Ладно, давайте не будем задерживаться. Опять же, в конце презентации есть ссылки на более подробное описание всех этих details. На самом деле, есть даже доклады специальные, где рассказывается про то, как ими пользоваться. Там прямо с примерчиками. Ну, в целом, вот как-то так. То есть, утечки памяти с ними можно и нужно бороться. Почему, я думаю, всем понятно. Как, я думаю, тоже примерно ясно. Двигаемся дальше. Да, 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 нет. Да. Окей. Мы разобрались с памятью. Как бы окей. У нас не произойдет опаньки из-за того, что у нас закончилось рамно в браузере. Но, как бы, все равно есть такая проблема, как логучесть. Вот, когда мы открываем какой-нибудь Facebook, а он просто жутко лагает. Я не знаю, почему, он просто мега лагает. Это меня бесит. Ага. Или открываем какой-нибудь еще другой сайт, например, что-нибудь там. А оно тоже лагает. И из-за чего? Память не течет, не течет, грузится быстро, но работает медленно. Из-за чего? Из-за чего это происходит? Вот, сейчас давайте разберемся. Чтобы ответить на этот вопрос в полной мере, надо ответить на другой вопрос. Как работают браузеры? Казалось бы, зачем это знать? Мы же, мы просто пишем HTML, CSS, зачем нам знать, как они внутри там устроены? Но есть такая цитата, я не написал чья, но, ну то есть, я согласен с этим утверждением целиком полностью, но его изрек не я, так что я вот просто дам вам его прочитать. Вот. Как бы вот. Именно с этой причиной, мне кажется, стоит понимать нам, как разработчикам, как они работают. Как бэкэндерам, там им пофиг, они что делают? Они пишут API-шку. Они пишут API-шку, делают индексы в SQL-базах, а мы работаем с браузерами, поэтому понимание того, как они работают, позволяет написать более быстрые приложения. Ну и кроме того, это просто интересно. Вот. Соответственно, как работает браузер? Что происходит, когда мы загружаем сайт? У нас происходит загрузка ресурсов страницы, тело документа, какие-то файлы скриптов, стили, ну в общем просто про это мы уже поговорили. Мы знаем, как сделать это быстро. Что происходит потом? Мы загрузили какой-то текст, нам надо его распарсить. Соответственно, мы парсим HTML, строим дом-дерево, да? Просто. Парсим CSS, строим CSS-ом. Тоже просто. Не будем остановиться на этих двух пунктах, потому что они выполняются, условно говоря, один раз при старте приложения и больше не выполняются. Ну как бы. Ну очевидно, зачем нам парсить JS каждый раз? В V8 уже давно есть JIT, в V8 уже давно есть предкомпиляция, то есть он один раз распарсился, заджитился, и уже дальше вызывается машинный код, условно говоря. Ну в современных движках это именно так работает. А вот следующие пункты, они уже более интересные, они уже касаются именно работы веб-приложения, того, как оно работает, ну в течение времени. То есть что происходит? У нас выполняется какой-то JavaScript-код, например, JS-код вставляет элемент в страницу. Что происходит дальше? Дальше происходит уже интересное. Происходит такая вещь, как recalculation of styles. Что это такое? Это расчет всех стилей, применяемых к элементу. То есть у нас что есть в стилях? У нас в стилях есть селектор и имя-свойства, да? Селектор имя-свойства, селектор имя-свойства. Есть дом, 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 дерево. Как нам понимать, к какому элементу, какие стили применять? Что нам нужно для этого сделать? Нам нужно взять каждый селектор, пробежаться по всему дом-дереву и понять, какие элементы этому селектору удовлетворяют, да? То есть если у нас есть селектор точка класс, то нам нужно пробежаться по всем элементам, посмотреть, у каких из них есть этот класс, да? И запомнить это там у себя внутри, что у этого элемента есть этот класс, соответственно, этот стиль нужно к нему применить. Если у нас есть какой-то селектор по дата-атрибуту, то нужно проверить дата-атрибута. Если у нас есть какой-то селектор, где А, внутри хрев, там еще класс такой-то, а еще через два поколения там есть какой-то элемент, у которого есть, который на самом деле первый элемент своего родителя. В общем, если мы пишем длинный селектор, то браузеру приходится гораздо тяжелее вот эту процедуру выполнять, потому что ему прям надо будет очень сильно думать, чтобы понимать, какие элементы на самом деле удовлетворяют большим сложным селектором. Сделали Recalculation of Styles, поняли, какие элементы, какие стили нужно применить к конкретному элементу. А что нужно сделать дальше? Тебе нужно эти стили применить. Стадия называется Layout, разработчики браузера Mozilla называют ее Reflow, то есть Reflow, Relayout, Layout — это расчет параметров элементов документа. По сути, все элементы в документе — это прямоугольнички, да? То есть Div — это прямоугольник, да? Ссылка — прямоугольник. Все элементы можно описать шириной и высотой и x, y. По сути, вот эти четыре числа, их достаточно, чтобы расположить все элементы в нужном положении, да? Вот, соответственно, Reflow элементов страницы — это расчет именно этих параметров. То есть нужно понять, какие элементы сверху, какие элементы снизу, посмотреть, сколько ширины у родителей, условно говоря, потом посмотреть, сколько высоты у предыдущих элементов, понять, на какое смещение сверху надо следующий Div поставить. Вот все вот эти вот параметры, все вот эти вычисления — это стадия Reflow. Дальше, когда мы поняли, какие стили применить к элементу и куда его нарисовать, нам нужно, соответственно, его нарисовать, то есть отрендерить. Если это ссылка, то написать текст, сделать ее красной. Если это кнопка, то там какой-нибудь бордер радиус скруглить, да, у этой кнопки. Если у элемента есть, я не знаю, подчеркивание, то нарисовать это подчеркивание. Если это картинка, то надо ее отрендерить. Соответственно, вот это все действия — это Repaint элементов, то есть рендер изображения, именно вот растеризация того, как это все должно выглядеть. То есть мы имеем Div, и мы имеем на входе Div, а на выходе пиксели. Вот. И последняя стадия — это Compositing слоев, то есть компоновка слоев. У нас элементы могут находиться один над другим. То есть мы отрендерили какую-то кнопку, вот, а поверх нее еще что-нибудь. Соответственно, нам нужно отобразить сначала на странице кнопку, а потом поверх нее нарисовать что-нибудь еще и сделать это в правильном порядке и посчитать наложение. Если там opacity какой-то, то наложить это opacity. Если какой-то элемент другой закрывает, то не рисовать тот, который… Вот все эти действия. И вот эта вещь, это последняя стадия — это компоновка слоев, то есть сведение всех слоев, единое изображение в правильном порядке. И вот после того, как все это произойдет, у нас будет готовое изображение страницы. И дальше мы переходим, выполняем эту идею делать циклически, потому что у нас постоянно работает какой-то JS, мы постоянно что-то как-то взаимодействуем со страницей, срабатывают обработчики, у нас есть set-тайм-ауты, у нас просто логика происходит, мы добавляем новые элементы. И вот эта вся история происходит в браузере постоянно, каждый раз. Вот. То есть сначала выполняется JavaScript, потом вычисляется стиль, происходит релай-аут, рефлоу, потом это все рисуется и компонуется. Вот примерно такой алгоритм работы браузеров, он это делает постоянно и делает это все внутри. Есть ситуации, когда некоторые элементы этого процесса могут исчезать. Например, если JavaScript, ну, отработал JavaScript, но он как бы, ну, ничего не сделал с домом, да? Он просто там, допустим, обновил значение какой-то переменной внутри в оперативной памяти, но в дом ничего не взаимодействовало с домом, то зачем нам выполнять заново все эти стадии? Незачем. Ну, страница не изменилась, у нас просто в фоне что-то там произошло, да? Соответственно, пожалуйста, выполняется только стадия JavaScript, которая выполняется быстро, и у нас все работает внезапно намного быстрее. Именно поэтому вот преимущество virtual-дома в том, что он умеет понимать, когда нужны вот эти стадии делать, а когда не нужны эти стадии делать, да? Вот это все связано. Например, если мы что сделали? Когда у нас может не происходить стадия лейаута? Например, когда мы взяли ссылку, у нее она была красная, мы изменили ей цвет на color green написали, да? Зачем нам заново пересчитывать, какой размер, какая позиция будет у этой ссылки? Мы знаем, где она находится, но у нас просто поменялся цвет этой ссылки. Мы просто взяли ее, перерисовали, да? Но вычислять заново, где находятся все эти элементы, не нужно. Вот, то есть, если мы меняем какие-то свойства, связанные с отображением элемента, ну, просто ссылку, background, color, например. Например, что еще? Например, opacity 0 сделали, да? Visibility hidden. А visibility hidden, он просто как бы скрывает элемент, но он за ним остается, место, которое занимает элемент, остается за ним, он просто скрывается. Соответственно, visibility hidden не вызывает релайаут всей страницы. Но если мы скрываем элемент с помощью display nano, например, то он убирается из документа, как бы, и происходит весь релайаут в месте. Поэтому нужно понимать, как именно скрывать элементы, чтобы это было быстрее. Если нам достаточно будет visibility hidden сделать, то это будет намного быстрее отображаться. Вот, когда может не происходить repaint? Например, у нас есть блок на странице, да, блок? И мы хотим подвинуть его на 5 пикселей вправо, да? Зачем нам этот блок перерисовывать заново? Мы знаем уже, как он выглядит. Надо просто его подвинуть на 5 пикселей вправо. То есть, по сути, вот эти две стадии, они не выполняются. У нас выполняется только компоновка. Заново перерисовываются все эти слои. Вот. Нам не нужно заново перерисовывать. Мы знаем, что он повернулся. Надо просто взять уже готовое изображение с памяти браузера, просто отобразить на слоях в другом немножко угле. Вот. Именно вот эти вот моменты, как понимание того, как работает браузер, позволят написать более оптимальное приложение. Каким образом? Оптимизация JS. Что еще нужно понимать? Нужно понимать, что этот процесс происходит каждый, ну, на каждый кадр, да? А так как у нас все приложения, ну, чаще всего, ну, у нас на устройствах 60 Гц уже почти у всех, и поэтому большинство устройств обновляют свои экраны 60 раз в секунду. Соответственно, каждый кадр, вот весь этот процесс, он должен занимать в идеальности, ну, не более 17 миллисекунд, иначе у нас будет проседать FPS. А так как на самом деле, кроме JavaScript, должно произойти еще много вот этих элементов, то, по сути, получается, что на JavaScript, на выполнении нашего JavaScript, в один кадр не 16 миллисекунд уделяется, а, ну, допустим, около 10. То есть, если мы выполняем какое-то вычисление, которое длится больше 10 миллисекунд, а потом записываем что-то в дом, то у нас будет лаг. У нас кадр сменится не быстро, а медленно, и произойдет проблема. Соответственно, если мы делаем какие-то вычисления сложные, которые блокируют поток выполнения программы, то у нас начинает зависать наше приложение. Вот именно из этой причины, потому что сначала выполняется JS, а потом уже отображается страница заново. Как можно это все оптимизировать? Использование функции RequestAnimationFrame, то есть, если мы выполняем какие-то действия периодические, то, ну, желательно не делать с этой тайм-аут 16, а вызывать адресовку вашей анимации через RequestAnimationFrame. Вынесение сложных вычислений, обработку больших данных в WebWorker. Если у нас нужно взять, конвертнуть картинку из PNG в JPEG, ну, мы хотим это в браузере сделать, но это внезапно, то можно это отправить в WebWorker. Там в фоне это все сделается. В WebWorker не нужен доступ к дом-элементам, не нужно доступа ко всем этим API-шкам. Он там внутри себя конвертнет, потом нам пришлен готовый результат. А наше приложение при этом, ну, будет работать плавно. Можно данные обрабатывать асинхронно по частям. Например, если у нас есть массив из тысячи элементов, и мы хотим его обработать, ну, допустим, какая-то сложная обработка этого массива, то не обязательно нужно обрабатывать его с помощью функции MAP синхронно. Можно выделить 10 элементов, обработать, потом через какой-то параметры 10 элементов, вот так вот, вот все их по порядку, но асинхронно. Через другие с Animation Frame, например. Здесь очень много библиотек, которые такую функциональность предоставляют. Вот. Что еще из более важного такого, что используется почти везде, это оптимизация запуска тяжелых функций с помощью троттлинга и дебаунса. То есть, что такое тяжелые функции? Это функции, которые потенциально могут занимать больше 16 миллисекунд. Ну, например, нам нужно, ну, реально, в нашем веб-приложении что-то сделать серьезное. Вот. И хотелось бы иметь способ, ну, гарантировать, что эти функции не будут вызваны, условно говоря, очень часто. То есть, это какая-то тяжелая функция, которую не нужно вызывать часто. И можно не вызывать его в коде нашего приложения, но гораздо проще написать специальные декораторы. Троттлинг и дебаунс. Что такое троттлинг? Это декорирование функции, при котором она будет выполняться не чаще одного раза в указанный период времени. То есть, где это используется? Мы, допустим, делаем какой-нибудь скролл, да? Навешиваем обработчик события на onScroll. Или, что более важно и актуально для всех вас, на resize окна, да? Я люблю resize окна, я люблю resize канву. И вот что мы делаем? Во время resize обработчик срабатывает очень часто. Ну, чаще, чем 60 раз в секунду. Ну, оно постоянно resize-тится. И если мы на каждый resize будем полностью всю нашу канву с нашей игрой перерисовывать, то будет ups, как бы. Ну, это явно дорогая операция. Поэтому с помощью троттлинга мы можем, ну, декорировать функцию таким образом, что если мы вызовем ее несколько раз в этот промежуток времени, то на самом деле она вызывается только один раз последний. Вот, ну, например. Или первый. То есть мы начали resize окно, перерисовали нашу канву, потом через какой-то промежуток времени мы понимаем, что мы закончили resize наше окно и снова перерисовали нашу канву. А вот в течение этого промежутка времени это делать не нужно. Например. Если мы навешиваем обработчики на mouse move, например, хотим рисовать свой собственный курсор вместо браузера стандартного, то можно рисовать его не с большой частоты, а с 60 фпс. Но обработчик события будет срабатывать, ну, чаще. И поэтому с помощью троттлинга можно это все... Можно, ну, обработчик, который срабатывает часто, заставить работать не так часто, как он хочет. Ну, как-то так. Я... Сложно объяснить эти вещи, потому что, ну, реально такая какая-то сложная тема. Где еще это используется? Еще это используется, если у нас навешано несколько обработчиков, которые... Ну, на несколько разных событий один тот же обработчик. Например, мы на touch start, да, и на mouse down. Вот мы хотим поддерживать и мобилки, и десктопные клики. Вот. И что происходит? А на устройствах с сенсорным экраном у нас срабатывает, ну, допустим, на лэптопах, у которых есть сенсорный экран, у нас срабатывает и тот, и другой обработчик, и те, и другое событие имеется. И вызывать обработчик дважды нехорошо. Вот с помощью троттлинга можно этого тоже избежать. Вот, другой вид декорирования функции – это debounce. Это декоратор, который позволяет превратить несколько вызов функции в один вызов. Вот. По-моему, я что-то... По-моему, я что-то перепутал. Да. Ай, как стрёмно. В общем, примеры про обработчики на ресайз – это вот скорее ко второму примеру. Это ко второй функции. Стремно. В общем, да, то, что я вам рассказывал про ресайз – это все относится ко второму примеру. Приняли у себя в голове? Ок. А, в общем, debounce – это когда мы вызываем функцию несколько раз часто, а на самом деле оно вызывается один раз. Ну вот. Все, 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 что как бы стоит об этом знать. Вот. Да. Пауза неловкая. Это, в общем, эти вещи, они часто, прям реально часто используются в приложениях. Есть во всяких разных jQuery debounce, есть всякие прочие другие утилитарные. Lodash debounce, вот это все там есть. Советую вам попробовать написать такие функции самому или посмотреть, как они работают. Ну, они коротенькие, там 10-15 строк каждая, но вот делают эти вещи. И можно, ну, в конце, по-моему, про это ссылок нет. Можете просто погуглить, что это такое, и там будет чуть больше примеров, чем я вам сейчас рассказал. Ну, в общем, вот эти вещи, они часто используются, в основном используются для того, чтобы оптимизировать вот эти вещи. То есть есть какая-то функция, которая срабатывает на mouse move, и чтобы не вызвать ее слишком часто, мы ее берем и debounce. Вот. Соответственно, что еще можно делать, чтобы оптимизировать наш JS? Профилировать JS-код и понимать, куда уходит время. То есть если мы, вроде бы у нас все хорошо написано, но приложение лагает, можно с помощью этих же профилировщиков понимать, какие функции выполняются слишком долго, искать их, понимать, что там происходит, и, возможно, их как-то переписывать. Вот. Есть те же самые инструменты разработчика, я их показывал, да. Вот. Там можно не только смотреть выделение памяти, но можно смотреть и то, как работает JS. Двигаемся дальше. Вот. После JS происходит вычисление стилей. То есть мы понимаем, какие селекторы, каким элементам соответствуют. Соответственно, очевидно, что чем больше у нас элементов в нашем документе, тем дольше эта стадия будет происходить. Вот. Поэтому как можно это все оптимизировать? Сокращать количество элементов в документе, сокращать сложность макетов. Очень частая история, когда люди делают бесконечный скролл, вот мы скроллим вниз, и у нас как бы подгружаются новости, условно говоря, или твиты, да, в твиттере. Вот. И количество элементов увеличивается, и в какой-то момент это все может начать дико лагать, потому что тысячи элементов в дом-дереве, это слишком много, как бы, ну. Правда, вопросы не успевают с ними сравняться. Поэтому справляться. Поэтому на самом деле хорошие сайты с хорошими бесконечными скроллами, когда мы, допустим, проскроллили на 50 элементов, он верхние элементы начинает удалять из дома. Просто убирает из дома дерева, потому что, ну, они не отображаются, они не нужны, зачем тратить на них время, потому что вот это все reflow, recalculational styles, оно отрабатывает и на тех элементах, которые никому не нужны. И, по сути, в дом-дереве всегда, ну, при хорошем бесконечном скролле, какое-то константное количество элементов, даже если мы проскроллили до самого-самого низа. Вот. Снижение сложности селекторов. Очевидно, что если у нас селекторы, которые вот прям вот все, вообще все, что я в CSS собрал, и селекторы по атрибутам, и псевдоклассы, и псевдоэлементы, и еще немножечко каскада, то понимать, ну, понимать, какие элементы удовлетворяют этому селектору будет слишком сложно, ну, потому что он сложный. Поэтому старайтесь не использовать каскад, старайтесь не использовать эти сложности селекторы по псевдоклассам, по всему прочему. Просто методология основана на классах. Когда каждый селектор — это просто класс, гораздо проще понять, какие элементы содержат какой-то класс, чем понимать, какие элементы находятся внутри какого-то другого элемента, при этом являются третьим потомком какого-то третьего элемента, но вот это вот все, что позволяет делать CSS. И, в общем, например, тот же самый BM, о котором мы вам рассказывали, он, помимо того, что позволяет писать красивые CSS, он еще и немножечко аффектит на произведительность самого приложения, потому что понимать, ну, парсить BM немного проще, чем парсить вложенные селекторы и вот эти всякие прочие вещи. Ну и, соответственно, опять же, в профилировщике можно смотреть, сколько времени тратится на каждой из этих стадий, понимать, из-за чего это произошло. То есть мы либо добавили новый элемент, и у нас произошел рекалькулейшн, либо мы где-то там в CSS что-то поправили у нас, снова перерасчет, и как-то это тоже оптимизировать. Перерасчет макета. Старайтесь его избегать, потому что чаще всего он выполняется для всего документа целиком. То есть нам надо для всего элемента, для всего документа понять, где какой элемент находится. Вот, соответственно, чем меньше элементов в документе, тем это быстрее. Ну, опять же, старайтесь использовать более новые, более произведительные способы этого добра. То есть на самом деле, если у нас позиция элемента задана с помощью флота или позиция элемента задана с помощью флексбоксов, то во втором случае браузер быстрее просчитает, где он на самом деле находится, потому что, ну, это проще. Вот, поэтому пытайтесь не верстать очень сложные макеты, а пользуйтесь простыми CSS, потому что он позволяет более просто выполнять эту стадию. Соответственно, что еще на эту стадию влияет? Это принудительный синхронный рефлоу всего документа. Бывают ситуации, бывают ситуации, когда во время выполнения JavaScript кода браузеру приходится выполнить эту стадию, то есть прямо внутри. Чуть позже я в примере покажу, когда это происходит, но сами понимаете, что если внезапно эту штуку взять, продублировать и вставить сюда, то от этого лучше никому не станет. Вот, и поэтому надо стараться избегать таких ситуаций, как я тоже чуть-чуть позже покажу в примерчике. Просто в примерчике будет. Вот, и опять же, это все можно профилировать и отлаживать. И перерисовки. Измение любого свойства, кроме transform и opacity, вызывает перерисовку. То есть, смотрите, меняем transform, меняем opacity, перерисовывать ничего не нужно. Нужно просто либо подвинуть элемент куда-то, либо его повернуть, уже готовую картинку, либо, допустим, сделать его чуть более прозрачной. Для этого не нужно его заново перерисовывать. Но если поменяли бы ground color элемент, то, очевидно, нужно этот бы ground color перерисовать. Вот, поэтому, если нужно просто подвинуть элемент куда-то, то используйте, условно говоря, transform, а не меняйте left. Пример простой. Вот, сокращение области перерисовки путем размещения элементов на отдельных слоях. Ну, браузеры по слоям рендерят это все добро. Соответственно, если нам нужен какой-то элемент, который часто перерисовывается, ну, оптимизировать, то можно вынести на отдельный слой. Специальным образом. Например, поставив ему will change или тот же самый transform translate z. Ну, в общем, есть всякие хаки в производительности, которые позволяют это добро сделать. Вот, использовать более простые свойства для стилизации элементов. Например, если нам нужно заблюрить картинку, то гораздо проще ее заблюрить в фотошопе на сервере и отдавать уже заблюриванную, чем блюрить ее с помощью CSS-свойств, потому что это надо каждый раз просчитывать. Вот, SVG-фильтры работают быстрее, чем CSS-фильтры, например. Ну, и вот множество таких простых вещей, которые позволяют эту стадию ускорить. Вот. И последняя стадия — это компоновка. Опять же, как это оптимизировать? Управлять количеством слоев. То есть, ну, пытаться делать ваше приложение таким образом, чтобы в нем не было слоев. А количество слоев, из чего они состоят, тоже можно посмотреть в инструментах разработчика, и, соответственно, можно их как-то, ну, как-то этим управлять. Ну, это больше с практикой приходит, что ли. В общем, у меня нет пример на эту тему. Выносить анимируемые элементы на новые слои, например, с помощью этих свойств. То есть, если у нас какой-то элемент анимируется, то мы выносим его на отдельный слой, он там анимируется, а весь остальной документ при этом не меняется. У нас просто какая-то там кнопка, она двигается влево-вправо, да? А все, что под ней, оно не меняется, и поэтому не перерисовывается. Вот. Программирование анимации с помощью правильных CSS-свойств. Например, transform, apasty. Почему? Потому что они не вызывают перерисовки. Если мы будем двигать какой-то элемент влево с помощью left или с помощью margin-right какого-нибудь, то эта вещь будет вызывать перерисовку. У всего документа. Поэтому анимации могут быть разные. Вот. И опять же профилирование. Давайте сейчас покажу примерчик небольшой, связанный вот с этим добром. Интересно. И сделаем перерыв. Он простенький, и после этого перерыв. Вот у меня есть... Что у меня есть? У меня есть блок на странице. И что я делаю? Я при нажатке на кнопку, добавляя в этот блок тысячу потомков, ну просто тысячу элементов внутреннего. И с помощью CSS даем такую ширину, чтобы они отображались, ну, по 25 в ряд. Ну, делаю, допустим, галерею картинок. У меня 10 тысяч фотографий. Я хочу расположить по 25 в линию. Как я это делаю? Я делаю это таким вот образом. Ну вот. Ап, да. И у айтем дисплей онлайн блок хейт 50. Я хочу, чтобы у меня было в этом блоке 25 картинок, поэтому я беру, ну, простой обработчик, он клик. Я беру... Смотрим сюда. Так, давайте сделаем чуть побольше. Вот. ConsoleTime позволяет замерить время, которое произошло между вызовом ConsoleTime и ConsoleTimeEnd. То есть вот такой таймер. Ну, это просто. Вот. И что я делаю? Я беру в цикле... Во-первых, функция fill, она просто добавляет в этот элемент в UnirHTML тысячу вот таких блоков. Ну, просто добавили тысячу блоков, да. А вот. После этого я в цикле, пробегаясь по всем этим элементам, да, вот, и каждому этому элементу делаю вид, равный ширине родительского элемента, делен на 20. Ну, то есть просто присваиваю стиль. Можно так вот как-нибудь. Понятно, да? Я каждому элементу делаю вид, равно чего-нибудь в пикселях. Вот. Давайте запустим, посмотрим, сколько это будет работать. Нажимаем. Во-первых, открываем. Так, давайте сделаем так. Откроем DevTools. В консоль напишется, сколько заняло времени вот эта вот вещь. Console Time. Он еще напишет в консоль, сколько времени прошло. Вот. Соответственно, нажимаю Very Slow и вижу, что прошло 366 миллисекунд. И вот у меня отобразилось. Давайте сделаем сколько здесь? 29. Давайте сделаем здесь 30. 29. Чтобы было красивее. Вот. Ну, шахматная доска. Отлично. Наверное, стало шахматной доской. Прошло 400 миллисекунд. Вот. Как бы очевидно, что это нифига не не 60 ВПС, да? А что-то около двух. Кто может сказать, что нужно, что можно улучшить, чтобы, ну, чтобы было быстрее. Как бы, где здесь есть проблема? Каждый раз не вызывать Каждый раз не вызывать Query Selector All, наверное, да? И GetElementsById. Почему не вызывать? Потому что каждый вызов этой вещи это, по сути, зафорсированный рефлоу всей страницы рекалькуляции. То есть мы хотим понять, какие элементы удовлетворяют этому селектору. То есть мы тысячу раз в цикле, ну, сколько? Тысячу раз в цикле вызываем Query Selector All. То есть мы форсим рефлоу всей страницы вот прямо из GS. Это плохо. Чтобы узнать, можно просто закэшировать это значение, вот этот результат, да? В какую-то переменную сохранить. Так как мы знаем, что у нас количество элементов не меняется, то мы взяли, сохранили это все в переменную, и это сразу даст нам прирост производительности. То же самое вот с этим добром. То есть GetElementById тоже можно закэшировать. Вот. Я это сделал. Вот. То есть что мы сделали? Мы получили все элементы, да? Мы сохранили ссылку на Wrapper, да? И здесь мы уже делаем просто, ну, то есть, казалось бы, должно быть быстро, да? Что мы сделали? То же самое, только теперь мы в цикле не делаем Query Selector. Да. Давайте посмотрим, сколько это займет времени. Давайте обнимем страницу, нажмем Slow Way, очистим. Вот. И видим, что что-то пошло не так. А, что не особо, то это и быстрее. Давай еще раз. Давайте еще раз. Ну, мы можем разделить аналог в локаре и виртуру и сначала создать просто ноду, а потом просто один раз ее вставим. Так, здесь так же и делается. Мы создаем, мы, я даже лучше делал, создаю сразу все ноды и просто их вставляем. Вы еще считаете разные. Причем смотри, 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 вот таймеры, они считают только выполнение этого цикла. То есть вставка элементов, поиск элементов, Query Selector All, они выполняются. Ты же берешь эти страницы. Я их беру из страницы, да, но я их беру из страницы, ну, заранее, а потом запускаю таймер и здесь, и здесь я про... Ну, я каждый раз записываю стили, но мне... Ну, смотри, браузеры умные, и они как бы понимают, что если я возьму, ну, как, допустим, у меня есть два элемента, да, и я элемент один ставил вид равно что-нибудь, элемент два ставил вид что-нибудь, да, браузер, наверное, поймет, что не стоит после первой вещи, ну, после первой строчки перерисовывать всю страницу, потому что дальше идет вторая, и перерисует только потом в конце кадра, и браузеры на самом деле так делают, то есть, если мы подряд в документе изменим, ну, эти стили, то он перерисует их только один раз на самом деле, вот, проблема здесь в другом. А мы можем взять эти упор, заменить на курицу, что-то... Нет, это вообще никак не влияет. Может быть, он перерасчитывает, куда вставить новый курицу? Он уже вставлен. А, а вращение через стайл байдер, вы не так скажете? А вращение через стайл байдер? Нет, нет, это никак не связано. Можно ли заранее засветить ширину полостью байдера? Она, она сто процентов равна. Она не меняется. Не с процентом, а в тюксе, чтобы он перерасчитывает. Ширину чего? Ширину вот этого добра? Давайте сделаем. Одно из страниц, да. Видим, что функция все равно выполнилась. 174 миллисекунды. Это стало быстрее? Но это все равно не 60 фпс. Короче, смотрите, давайте я вам времени просто реально мало и расскажу, в чем прикол. Прикол в том, как бы, смотрите, даже если мы сделаем, так, Эх, сложно. Почему у меня сниппет сломался? У меня сниппет сломался. Что делать? Console.log. Даже если мы не будем ничего менять на странице, то эта функция все равно выполняется 120 миллисекунд. Да, вот это на самом деле очень близкий вопрос. Смотрите, это свойство, ну, это свойство, которое, по сути, равно ширине элемента, ну, вот в браузере. Ширина элемента в браузере. Вот. И когда мы обращаемся к этому свойству, это обращение каждый раз форсит синхронный, синхронный перерасчет всего элемента, синхронный рефлоу всего окна, потому что браузеру нужно перекомпоновать все элементы, понять, где они находятся, и только после этого он сможет сказать, чему все-таки равна ширина этого элемента. Так как у нас в верстке мы знаем, что ширина этого элемента всегда равна ширине всего окна, она может быть фиксированная. Даже если я здесь сделаю вид равно чего-нибудь, но вид равно тысячу пикселей, фиксированную ширину задам, то это все равно будет происходить. Но мы у себя как бы в JS коде знаем, что ширина фиксирована, и поэтому мы можем это значение тоже закэшировать. И вот этот уже код. то есть смотрите, мы здесь все равно меняем стили, то есть смотрите, удаляем вот это вот добро, все равно мы каждый раз меняем эти стили, каждый раз, на каждую терацию цикла, но уже в этом случае одна миллисекунда. То есть смотрите, проблема была не вот в этом добре, не в том, что мы здесь присваивали, мы присваиваем вам окей. Мы присвоили в конце цикла, в конце кадра, он взял, просто один раз все перерисовал. Даже если здесь сделать пять тысяч, давайте только здесь сделаем, допустим, две с половиной миллисекунды, чтобы он успел распарсить, чтобы замерить чисто вот это добро, то даже если мы увеличим количество элементов, то все равно восемь миллисекунд стало чуть-чуть дольше. Наверное, потому что это было два кадра. Ну, возможно, это уже не влезло в один кадр, это влезло в два. То есть если вы назовете еще раз FastWay, ну вот девять, не тысяча. но там сразу поделить на 20. Что-что? Если сразу поделить на 20. Нет, это уже мелочи, это уже, ну реально, как бы это мелочи. Браузер на самом деле понимает, что это константа, она равна числу, он это все внутри себя один раз закэширует в GT. видите. Вот, то есть смотрите, обращение к таким свойствам, вот типа клиент вид, на самом деле их очень много, например, get calculation styles, какие-нибудь offsеты, их много, короче. Обращение к таким свойствам, некоторым свойствам, вызывают синхронную перерисовку, форсированную всего окна. И поэтому стоит, если в вашем приложении встречаются такие, ну такое, нужно так сделать, то стоит это все, ну, кэшировать, делать не в цикле, а снаружи цикла. В общем, даже такие простые вещи могут очень сильно ухудшить произведительность ваших приложений. И стоит иметь их в виду. Вот. Я говорю, что же тебя в хранилист тормозит. Что? Ребята из Facebook немножко не знают, когда не делают так. Ну я не знаю, он у меня тормозит. Я пользователь, я не хочу ничего знать, я хочу, чтобы Facebook не тормозил. Давайте посмотрим заодно, как можно понять, что где-то есть проблема. Давайте мы сделаем, как было, да? И запустим, что мы запустим? Мы запустим перформанс наш, да? Профилировщик. Наш добрый профилировщик. Что не так? Что происходит? По-моему, браузер говорит мне грусть-тоска. Почему он не увеличен? Может быть, он слишком большой? А, ну ладно. Вот, запускаем перформанс. Это мы... Кстати, смотрите, здесь можно сделать вид, что у вашего компа в 6 раз меньше CPU, например. Если вы разрабатываете на MacBook'е Скоро i7, а у вашего пользователя маленькая Nokia на Windows Phone, на Windows, то можно попробовать посмотреть, как ваше приложение будет работать, если у вас более слабый CPU, например. Ну, то есть, вот такие вот фишечки есть. Короче, смотрим. Нажимаем записать перформанс, нажимаем slow way. все. Давайте нажмем стоп. А что произошло? Что-то произошло. А что ничего не произошло? Да нет. Вроде бы. А, боже, ну да. я здесь консулок сделал. Вернули назад. Обновили. Перформанс. Отчистить все. Записать. Slow way. Стоп. Вот. И мы видим, что произошло что-то вот такое вот. Это мы давайте уберем пониже. Да? И мы видим, что у нас было вроде как все хорошо. Там. Да? А фреймы какие-то. Вот. И мы видим наши кадры. Вот. Есть какой-то кадр 12 миллисекунд. Есть какой-то кадр 10 миллисекунд. Да? Что-то произошло. И вот внезапно кадр 1 фпс. И еще один кадр ну, через 4 фпс. Что здесь происходило? Вот это, собственно, вот мы нажали на кнопку и мы можем посмотреть, что у нас сработал таймер. Вызвалась функция. Мы можем посмотреть, какая это функция вызвалась. Ну, там, перейти к ней в общем можно будет. И если мы начнем увеличивать, то мы увидим, что на самом деле внутри этой функции у нас вызывался сначала querySelectorAll один раз, да? Потом произошло recliction of styles layout. Вот это работает querySelectorAll. Вот это все работает querySelectorAll. Возможно. А может быть и нет. А, маленький горбыш коллег. Все понятно. Вот, то есть дальше началось то самое, что мы делали. Мы делаем, обращаемся к свойству clientVid. Вот, выполняется layout, recliction of style layout, потом recliction of style layout. Если почитать, то вот этих вещей будет тысяча штук. То есть каждый раз у нас вот это все происходит и поэтому это все работает очень долго. Ну, именно в такой способ. А если мы сейчас очистим, запустим, нажмем fastway, то мы увидим, что такого ничего не происходило, что вот наш таймер сработал, да? У нас вызвалась одна функция. По-моему, это она. Что у нас внутри этой функции что-то там посчиталось, ну, что-то там произошло внутри, да? И после вызвался один recliction of style, один layout, ну, paint, compositing, да? И кадр завершился, и это 63 FPS. Ну, то есть вот, вот таким образом можно это все тоже отлаживать, например. Вот. Ну, такая вот маленькая практика. Да. Ну, да. Ну, да.